Представители власти, общественных организаций, митрополии, бизнес-сообщества, правоохранительных структур, директора госучреждений для детей-сирот. Все, кто занимается проблемами сиротства, собрались за круглым столом, чтобы обсудить, как усовершенствовать работу по семейному устройству детей-сирот. На государственном уровне делается всё для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сокращение с 30 до 10 дней срока вступления в силу решения суда об усыновлении, сокращение количества необходимых документов и справок, улучшение материального положения семей. Это новые нормативные документы, которыми мы сегодня руководствуемся. Те, кто решается принять ребёнка-сироту в свою семью, получают всестороннюю поддержку от государства в виде различных пособий. В числе важных направлений, которые ещё не вполне вошли в обиход специалистов и требуют проработки, – ранняя диагностика неблагоприятных семей. Необходимо в каждом районе поселения создать центр или отдел помощи семье и детям. В Брянском районе такая форма работы уже действует. Социальная служба активно взаимодействует с администрациями поселений, с общественными инспекциями по делам несовершеннолетних. Чем раньше сообщалось о внештатной ситуации в семье, тем эффективнее и положительнее был результат. Причин возникновения семейных неблагополучий очень много. Это и потери работы, измены, отсутствие взаимопонимания между членами семьи. Все они способны разрушить мир в доме. С помощью мониторинга и анализа удается вовремя обнаружить семью, нуждающуюся в экстренной социальной помощи. Далее начинается работа психологов, социальных педагогов. В Брянском районе разработана система патронажа семей по телефону, когда, если что-то угрожает миру в семье, и это видно, к примеру, врачу-педиатру или медсестре, они сообщают об этом в соцслужбу. За полтора года в Брянском районе предотвращено 25 случаев разрушения семей. Специалисты по делам семьи работают и с беременными женщинами, которые намерены отказаться от ребенка после родов. В прошлом году в области 18 младенцев были оставлены в роддомах, но нескольких женщин удалось уговорить не бросать детей. Соцслужбы помогли в решении жилищных вопросов. Каждый житель области должен понимать, что с любой семейной проблемой он может прийти в Центр социальной поддержки, где он получит квалифицированную помощь.